Здарова, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха Макфлай. Я в Великом Новгороде. Это город очень важный для меня. Когда был студентом, здесь был членом Новгородской археологической экспедиции. Много копал, приезжал сюда с заместителем начальником Роскопа, между прочим. Памятник тысячелетия Руси, Софийский собор. Кстати говоря, это самый старый каменный собор в стране вообще. Ему почти тысячи лет. Но они нас сегодня интересуют в меньшей степени, потому что сегодня мы идем в Краеведческий музей Новгорода. Здесь берестяные грамоты, здесь вещи, которые находил лично я. Это очень круто. Ну и в плане Средневековья, Средневековья Руси, это, пожалуй, самый крутой музей вообще на планете. Пойдемте, покажу. Первый зал, древняя история. Каменное орудие, палеолит, мезолит, бронзовый век. Здесь из интересного. Смотрите, покажу две вещи. Камень со сценами охоты. Вот олень. Здесь охотники за ним, человечки бегут. Вот лебедь или гусь. Круто, да? Вот. И вот эта вот примечательная штуковина. На что похоже? На гриб с лицом. Или на, извиняюсь, фалос. Ну, скорее всего, это фалос. Это древний дом. Его нашли в Великом Новгороде. Нашли на территории города. В 2001 году сюда приезжал Путин. И ему показывают этот член с лицом. Простите. Это зал промыслов. Собственно, здесь грамоты, посвященные промыслам. Вот мы нашли у Марка Коробея две белки. У меня сына Марк зовут, поэтому для него это интересно. Вот. Это, получается, грузила рыболовные. Вот так камешки привязывали берестой. И рыбу ловили. А вот это специальные стрелы. Потому что север – это пушнина. И здесь были деревянные стрелы. И с их помощью охотились на белок, на всех остальных. И такие деревянные, чтобы оглушить животное и шкурку не попортить. Вот средневековые лопаты. Собственно, лопата была деревянная. Но ее могли оковывать, вот видите, такой железной оковкой. Вот так земли и копали. Вот. Ну, косы похожи более-менее на то, что у нас сейчас. Сошники. Серпы тоже более-менее похожи. И вот батала. Это колокольчик на корову. Это понятно. Это можно не рассказывать, что это такое. Языческие времена. И вот медвежьи клыки, видите, с дырками. Это какой-то амулет. Шумящие подвески, коньки традиционные. А вот это домовые. Видите? Вот один домовенок. И вот второй домовенок. Это все настоящее. Десятый век. Им тысячи лет. Это снова что-то языческое. Змеевики. Это такие амулеты, где, вот видите, много змей. Крышка сосуда с тайнописью. Вот это непонятно, что написано. Ученые не знают. Ну и амулет. Это наконечник копья, древний каменный. Его, видимо, человек тысячу лет нашел в Древней Руси. И сделал вот такую оковку. Для него бронзовую. Ну, получился у него амулет. Крест, который раскрывался. И внутри могли быть мощи, святая земля, что-то еще. Вот их очень мало сейчас осталось. Очень, а совсем мало. И в закрытом состоянии никогда непонятно, что внутри. А вот такую иконку, вот точно такую же, находил лично я. Вот, там сзади было написано «Никола». Может быть, даже это и она вполне может быть. Я находил ее на Никитинском раскопке в 2002 году. А, это называется «Печати». Их здесь по огородам много можно найти. Если прийти в Новгород, сходите на чей-нибудь огород в центре города. И попросите походить по пашне. Может быть, найдете печать эту нерусскую. Ну, соответственно, ей скрепляли какие-то документы, грузы подтверждали. Так, следующий зал. Здесь предметы быта, наверное, я так понимаю. Стеклянные браслеты. Их в Новгороде очень много мы находили. Вот. В Новгороде особенная почва. Она достаточно влажная. И весь прикол в том, что здесь сохраняется органика, собственно, дерева, береста, берестяные грамоты. И только поэтому, собственно, найдено в Новгороде. Еще здесь очень хорошо сохранится кожа. Вот этим черевичкам, сапожкам, ботиночкам. Им тысячи лет. И это все оригинал. Вот такие вот кожаные изделия были. Мы такие тоже находили, на самом деле. Это ножны вот от ножиков. Кошелечки. Кошелек, видимо, тоже идеальная вещь. Вот он как был тысячу лет назад такой. Так, собственно, такой и остался. Вот так вот выглядит раскоп. Правда, вот такой мы не находили. Но вот такой я видел. То есть по 6 метров культурного слоя. Культурный слой когда-то в древности из-за пожаров нарастал на метр сто лет. То есть сантиметров. То есть как это было? Город горел. Тут же засыпалось землей. Строили новые. Через 10 лет новые пожары. Вот так вот. Просто было очень много пожаров. Там каменное строительство было, практически отсутствовало. То есть каменные были только храмы. Все остальное было дерево. Ну и там 2-3 венца нижние не выгорали. Их землей засыпали. Сверху новый дом строили. И вот так вот постепенно рос культурный слой. И вот так он вырос. Вот, например, мостовая. Там 6, 4, 8, 9 метров есть. Вот. Поэтому в Новгороде интересно копать. Ну и плюс дерево сохраняется. Это вот остатки реальной мостовой. Вот по этим доскам люди ходили тысячу лет назад. Представляете? Так, тут уже чуть более военный зал. Собственно элементы конской упряжи, удила, чесалки, стремена. Шпоры, кусочек, кольчуги. Часть пластинчатого доспеха тоже прикольная. Это балован. Они достаточно маленькие. В то время это еще было. Боевая история. И вот настоящий меч 11 века. Такой он бедненький. Перекрестие меча. Стрелы. Те, которые вот такие. Это боевые стрелы бронебойные с острым наконечником. А вот эти могли использоваться больше на охоте. Ну и самое интересное, что здесь в каждом зале есть, собственно, грамоты. Тут везде есть истинные грамоты. Можно читать. И она так отсылает к тем временам одными. От Савелия к Максиму. Как договорились, пришли мне второго коня. Но зачем ты его второй раз подверг тебя такой опасности? Рать ударила под коноприем. А я, не имея второго коня, имущество бросал. Отчасти его растерял. А теперь пришли. Очень плохо мне с одним конем. Ни дома, ни дров привези. Ни матери послать не на чем. А со мною? Вот такая вот реальная записка. Тысяча лет неравности. Смотрите, еще интересное. Это зал, посвященный полностью письменности. И вот опять поплавок от сети большего берестяной. И тут написано, что это поплавок Марка. Сыну очень понравилось. Вот гребень Степа. Видите, Степа. Вот гребешок настоящий. Берестяная грамота Ильина. А это меньшие. Камень с надписью. Вообще, вот реально жизнь людей. Жизнь людей в 13 веке. Поклон от Семена к невестке моей. И если ты не вспомнишь сама, то имей в виду, что солод у меня ржаной есть. Лежит в подклете. Возьми солоду, горсть и муки, сколько нужно. Да когда будешь печь лишнего, не расходуй, чтобы потом не оставалось. А мясо возьмешь в сенники. Еще насчет Игната. Ты ему рубль-то все-таки дай. Представляете себе? Вот такая история. Так, следующий зал. Оружие. Должно быть. Хотя, на самом деле, тут интереснее грамоты. Вообще ничего нет. Однако есть 16 век. Глава шестопер. Пару копий. Кольчуба. Алимпорда. 16 век. Обломанная. И бердыши. Бердыши, кстати, какие-то маленькие. Я думал, они должны побольше. Так, здесь нумизматический зал. Сейчас расскажу, как делали монеты. Брали. Проволоку вот такую длинную. Чтобы сделать проволоку, нужно было протянуть вот через вот такой волочильник. Получалась проволока. Потом мы хрубили на кусочки. Видите, вот там кусочки есть. И потом каждый кусочек чеканили с двух сторон. И получалась вот такая вот чешуйка. Собственно, так делали монеты. Так, следующий зал. Иконы. Начиная с десятого и кончая 19 веком. Огромное количество залов. Вот тут вначале совсем древний. Тысяча лет. Это София. Какой она была изначально. Сейчас, конечно, ее перестроили. Ее из окна видно. Сейчас покажу. Это прям интересно. Вон она. Мне кажется, нет большого смысла показывать себя макефон иконой. Но вот художники, которые врезают, это интересно. Друзья, вот такая вот беглая экскурсия по Новгородскому краеведческому музею. Это достаточно интересно. Самое прикольное здесь это все-таки берестяные грамоты. Их надо читать. Надо вдумываться. Надо понимать, что это такие приветы из прошлого. Привет из тысячи лет назад. В общем, это круто. Будете в Великом Новгороде. Обязательно зайдите в музей. Обязательно почитайте грамоты. Не клух Макфлай. Любите историю. Великий Новгород. Пока-пока.